школа коллекционирования лего бравко друзья всем привет сегодня воскресная барахолка татарстане столице городе казани вот так она выглядит можно сказать что это центральный вход и немножко пойдем посмотрим очень много конечно предметов быта хотя встречаются и старые вещи даже среди новья вообще много разных видов коллекционирования представлено можно пополнять свои коллекции здесь однозначно чуть ли не на пешеходном переходе уже начинаются лица столы серебряные монеты современные старые которые уже стоят каких-то денег банкноты немножко уже интересовался не могу сказать что значительно дешевле чем в риге цены ну по-разному конечно разные позиции парам каждом магазине как и в каждой барахолке можно эти что-то дорогое и что-то дорогое и очень дорого тоже встречаются специфика рынка конечно сказывается много книг я тут себе купил книгу которую почему-то решил почитать время вперед валентина катаю никакая не коллекционная нередкая но и и попробуй найди здесь нашел вот там вот газель стоит там распродают люди смотрят он там просто распродают какую-то библиотеку закрыли или там уже ветхие книги но мне захотелось ты книгу почитать его чудо она здесь была ходил показаниях по магазинам нету нигде не антикварных и коммунистических нет а здесь пожалуйста а цена за за том из двух книг 60 рублей по 30 евро центов за книгу ну она сильно не редко не как она недорогая да но короче транспортные расходы по поиску этих него измеряется намного больше суммы чем сама книга стоит но здесь она есть я очень рад вопрос закрыт больше никого не буду мучить вопросом если у вас книга время вперед она был пока за самые интересные столы где при этом нету пока посетителей так понятно для меня темы вот и чайники старая посуда фрагментарно сборе что то есть только что тут ребята общались этот на тему как реставрировать чайник очень интересный разговор был постоял послушал хотя чайниками да термосами не занимаюсь но знаете интересно было послушать не термос и как же называется там самовары кошмар да самовары сейчас утро я походу еще не проснулся как реставрировать как ремонтировать самовары какие там обычно проблемы у них со временем возникают вот не могу не остановиться вот здесь смотрите продукция латвии завод в fh3 красавцы у меня все такие красавцы были дома потому что мой отец был радио мастером завода в f и вот это все он умел ремонтировать ремонтировать ремонтировал иногда у нас было дома что-то такое чтобы посмотреть покрутить как эта штука работает до звал времени радио приемники пожалуйста в казани сохраняют эту тему пока искал вот книгу который говорил увидел очень интересный каталог штампов по серебру по золоту на изделиях то есть в основном царская россия но и немного ссср там тоже штампов клейм очень много некоторые клеймы напоминают просто повреждения на изделие но это клеймо который означает какого-то мастера начинаешь понимать когда смотришь все изображения этих клейм в каталоге стоит такая книга всего лишь 35 евро потому что любой антикварный магазин должен иметь такую книгу однозначно и она может стоить дороже у меня не антикварный магазин поэтому я не покупал и вообще мне только один рюкзак и просто некуда все это положить я думаю такую книгу и за 100 евро можно продать понимающим человеку что ему ему это надо там просто правильно определяешь 1 2 3 изделия все эти 100 евро ты вернул а 35 евро просто смешно но это мое такое дилетантское видение этого вопроса вот разные минералы приносящие удачу собирающую энергию для счастья ну и так далее кому какая нужна энергию чтобы что-то делать или чтобы что-то не делать вот смотрите банк бежиттерии есть есть и это очень старые монеты наверно поэтому подъемка не рассаживаешь среднем все эти по 600 рублей посмотрим вот 4 сувенирка какая-то или сильно старые монеты надо более серьезно изучать вопрос у нас в лиге в латвии нельзя это сделать поэтому я и не специалист вообще здесь встречаются монеты тарского ханства татарского ханства люди есть на руках такие монеты правительство здесь тоже что-то пытается тарстана что-то как-то ограничить свободу коллекционирования такими монетами хотя когда-то это просто передавал как приданное людьми передавалось из поколения в поколение знаете показать могущество силу рода семьи сейчас тоже здесь какие-то законы вводятся по запрету немножко странно в том что то есть вещи рода вы не имеете права их иметь но не хочу наговаривать что-то странное в мире происходит не может быть вещи своей историей каждого надо она поимела все да а на хочет кушать тут такой фонтан и вокруг фонтана аж два ряда видите экспозиции очень красиво за всем этим движом наблюдают владимирович ленин вон там живее всех живых куда без него сейчас я вам покажу так я вырежу наверное оба всем привет друзья школа коллекционирования лягу раков к казани столица татарстана я смотри дальше конечно много современных вещей но если глаз наметан то мимо пробегаешь и выбираешь то что себя нужно есть старые сигареты кстати всякие разные даю попробовать старые вот смотрите можно купить одну сигаретку за 100 рубликов за евре грубо говоря и попробовать оценить вспомнить старые вкусы курение вредит вашему здоровью я лично не курю никому не советую но есть люди которые не слышат этого все равно провожают курицу тут и современные даже продаются уже с надписью о том что курение вредно тоже коллекционное тело мелкий коллекция мелкий коллекционный материал фотографии как раз то что у меня в магазине так что коллега вот есть как бы от центрального фонтана место скажем так несколько лучей есть дороги у там тут которые эти лучи соединяют все ходить смотреть вряд ли я смогу вам показать а ну так еще немного куда-нибудь сунемся наверно процентов 70 это просто бытовые вещи здесь люди избавляются то что не нужно дома что очень правильно ну коллекционерам здесь тоже можно что-то найти интересное и торговцев с коллекционными вещами тут хватает цены разные не всегда барахольные насколько я смотрю бывают дороже чем у меня в магазине в реги но еще раз повторюсь рынке похоже я попал в какую-то ветку с одеждой нужно отсюда уходить неинтересная ветка в этом луче нечего ловить ну короче вы поняли да в принципе как это все выглядит да вокруг фонтана вот я иду здесь больше коллекционные темы милитария советская основном уже история на рост и обсуждает цены куда какие пойдут ну короче вот так вот погода здесь хорошая бывает настоящие летние ливни пятнадцать-двадцать минут я тогда не знаю что будут люди сделать как они это решают этот вопрос а потом проходит час и опять можно укладывать мало людей за столами как видите да в основном на земле в том как нравится продавать и покупать вот так вот вот здесь кладешь фарфор здесь тоже есть кузнецова собирают не только нашего прибалтийского ну и которые выпускали вообще в других местах россии царской россии ну вот такая картинка друзья и так татарстан столица казань барахон барахолка каждое воскресенье здесь можно потусоваться потолкаться летом сейчас так вообще просто удовольствие не спеша можно походить и позагорать выходите в коллекционирование на профессиональный уровень для этого смотрите наш канал ставьте лайки пишите комментарии общайтесь под видео друг с другом помогайте друг другу разбираться в коллекционировании давайте обмениваться какими-то знаниями данными где тусуются люди что где посмотреть а на этом все друзья пока пока пока